куда мы едем господа всем доброго дня михаил шевлюков пригласил меня свой тренажерный зал потренироваться но не совсем свой свой уголок свой уголок так скажем показать какие упражнения все-таки стронги выполняют что становятся такими сильными как минимум нахват сейчас виталь я думаю попробуешь базовое упражнение наше подъем бревна сегодня у нас на верхушечку поработали но также для тебя это маленький сюрприз приготовил но наставником у тебя сегодня будет самая сильная в топ-3 мира вошла по кистям твоя коллега я люблю михаил сюрпризу ты мне уже знаком да сегодня покажет как выполняется подъем бревна и камней я там свои шорты как всегда как пульс тебе уже нравится тренировка я ей уже восхищаюсь мне показалось чем ближе ты к нему подходишь тем у него пульс очищается ну что первое упражнение позади так нормально спина подзабилась у меня на кардио на разминке сейчас продолжаем дальше разминаться у меня же одна рука здоровая стала и каждый видит вот сука здоровый надо руку сломать да особенно вот эти молодые загорелые с такой утонченной талии вот эти как они в пиво в мэнфизике вот эти закладывайся как тебе удобно пальцем сверху как хочешь вот сюда только поднимаешь и сжимаешь на камеру давай 91 800 ну я скажу неплохо неплохой результат вчера на турнире готов а чё ты палец туда за чё в сторону не знаю три выхода и вот мы продолжаем разминку готов под руководством лейлы амирбекян дмитрий скосырский шевляков ким усилилась так виталий осторожней толп не снеси лейла у него видимо есть какие-то проблемы в этом упражнении но вот он когда поедет на фуре на своей любимой так что у нас там с разминкой происходит ё-моё виталю в таком формате еще не видел такого лалетина еще никто не видел но схоже когда они там колеса меняют потихоньку растягиваем внутреннюю часть бедра растягиваем внутреннюю часть бедра виталя понимаете охота сразу на скамью сесть но я уже вылёг на самом деле дальше виталий самое любимое садимся вверх твои ноги вот колобки катаются про дыхание забыла сказать надо виталь хотя бы просто дыши поехали дальше ну да здесь виталь я так понимаю без комментариев лучше лучше смотреть ты понял все запомнил я что-то тихо тихо не сломайте виталию ему еще выступать так так держи 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 все хороший контент будет так ты теперь чувствуешь когда ливан к тебе приехал и ты его мучил гостеприимство скажи специально чтобы тебе больше сахара было не держи в себе говорит ему дыши дыши как знаешь как у беременных учат дышать виталий пироженки это знаешь почему были это потому что многие теряют сознание после виталий пироженки голову опусти расслабься выдыхай 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 виталь медленно все делаем до плечо старайся не отрывать молодец сейчас эти виталь помогу сейчас виталь тебе помогу вот эту ножку держим выдыхая выдыхай вот так лежи 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 отдыхай пока есть возможность это крест у тебя там цепь мощная нормально нормально ну вот этот как позу собачки и кошечки сразу лего у него все мышцы на руках поплава пропала не видно он съел его о нет да уважаемые зрители картинка была конечно потрясающая еще после этого едешь домой ягодичные мышцы мышцы таза запутался да 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 молодец спокойно виталь только все аккуратненько шевляков тим пополнилась валите нам лишь бы не сломать его разминки это самый важный элемент виталь теперь понимаешь про то что я с тобой разговаривал порой разминка на тяжелее часам от тренировка я тебя прекрасно понимаю так сейчас вы заканчиваете лего разминку правильно ну разминку виде растяжки и переходим к работе на жгутах правильно что что привести в тонус мышцы уже заключительная подготовка к основной работе ну хорошо я так я как не люблю эту часть я покажу тебе вторую но если честно это просто смена оператор немного лекции от михаила шеврякова давайте одновременно что было красиво синхронное плавание практически в нашем деле все медленно да я пытаюсь поймать кадр а то то виталина голову не видно так как у нас сегодня верхнюю плавание нам нужно очень хорошо пушевое плавание начинаем делать берем вдвойне ширину выбираешь там сюда сюда вот так вот стоем вот так ты напротив него и вот эти короткие движения не даем виталия что ты чувствуешь чувствую нагрузку в плечах я надела дело все можно домой я наделаю его шеи до плеча тоже самое 10 раз сверху не расслабляй только постоянно не расслабляй хочешь увеличить нагрузку маленечко и возьмите пару короче не понятно 10 раз взял и теперь 5 раз то же самое до полку теперь вот и поднимаем мидер 1 Третий раз. И спешим. Хорошо. Очень хорошо. Мы сейчас должны почувствовать, как у тебя плеча забилась в плечо. Да, да, да. Она не забивается, она сейчас в напряжении. А просто с ней говорим. Дальше. Влечание мы еще не закончили. Берем. Все повторяй со мной. И делаем зафер. Коротенький. Все время в напряжении делаем. Не надо там потом на оприндузии нашим зафер. Столочный. Сделайте 10 раз. Чуть-чуть можешь сам вперед. Тоже бегу в корпус. Так, как он. Так, и мало. Как будто ты здороваешь с кем. Салфет. Он должен быть, что вы делаете перед собой. Вот сюда. Я могу. Как он будет. Вот, как будто ты перед собой тоже. Дымаю. Берите, ну что, больше. Загружаем. Такие здоровые движения. 5 раз. 10. Еще. Еще 15. Ну, еще раз. Ну, вы же сами. А теперь на опыте. Смотри. У меня корпус у меня. Он, давай, стоит. Надо поражать. Стань. О, синий. И делаем в сторону. Блокер. И всегда меньше, чем локер у нас. И то же самое. Ты должен почувствовать, что у тебя средняя часть плеча, средние пучки прям разобиваются. Ребята, прям на тренировку, он показал себе. Ну, полетали. На рябую руку. У нас это размен. Анатомию уже никто не отменял. Он вообще. Естественно. Перед собой. То есть, прям. Ты даже, кем-то, хочешь, локер носки делать, чтобы удовольствовать. Да, да, да. Не расслабляй. Жду всегда напряжение. Лучше пусть он вот такое. Видишь, короткое движение. Он поставил нам напряжение. Да? Чтобы молитву выше. Абсолютно верно. Разогреть. С чего начали? А, нет. Ну что? Сейчас правой руке у нас отдохнуло. Мы как будто скандель работаем. И просто выжимаем. И до плеча. Удавим 10 раз. Вверху поставил. Это на путь. И так вот. Прям под музыку. Понимаю. То же самое. Вверх. Тебе хотят, да? Это лицо просто. Руку пояс. Здесь встаем другая ноги. И представляем, какой-то фонус привел. Такой легкий прогулки спины. И так, творите мне. И так. Оп. И когда оно лежит вверху, в голову. Вот. Вот. Глаза рос по ним обычно. Да, да, да. Стараюсь, когда же плечами сделаем, вот это работа. А спиной как будто толкнули. Вот. Такие. Примерно такие. Да, да, да. И прогиб. То есть, отмазуем сначала движение спиной. Сейчас я для себя еще сделаю. Можно сейчас закрепить. Давай. Ну, что самое. Ну, что основная грузка будет? На переднюю пучу. Фух. Заканчиваем здесь. Те уброни, с которыми начинали спину. Это только один круг? Не, у нас здесь не будет. Как-то воздействие кругом. Кругов. Куперсинка. По пять раз прошло. Пять раз снял сюда. И потом на полный. Продвигай. И на полный. Ну, вот так. Мы чуть не хватает отменили рук. Натягивай, натягивай, натягивай. Еще натягивай. Не ручь, шаг вперед. Стоп. И выжимаем. Смотри, руки вот мне. Так. Уже за головой. На тресень. Иди, чтобы на тресень. Чтобы натянулось от нога. Лорус старайся прижимать пониже голове. И все, выжимай. Десять раз таки. Легла подправим на ленте. Он вверх делает, надо сперед. Как бы вниз стараешься, и дальше. Сам ниже наклоняйся. О, и вниз. И вверх, и вниз дави. О, молодец. Десять раз. Теперь можешь одной рукой пол шажка назад сделать. Вот так. Одной рукой все то же самое. Молодец, Литаль. Здесь прямой порядок 30. Проверяем сразу. Под разными планами можешь попробовать. Как тебе капотнее. Теперь, Литаль, разворачиваемся правильно. Тут натяжки. Лайд, заходи к другой стороне. Двумя руками дрем. Натягиваем по максимуму. Только не отпускать. Литаль, смотри. Запасник видишь? Есть, да? Да. И к парфу тянем. Десять раз. Виталь, чуть-чуть наклонись вперед. Да, чуть-чуть. Сделал? Да. Теперь тянем солнечное сплетение. Так. И живот к ней тоже подтягиваем. И в стороны руки. В стороны. Теперь руки, Виталь. Это можно на спинку сейчас с тобой. И колодок. Есть. Теперь так же руки вытянутые. Молотком берем. И твое любимое упражнение. Бицепс. Ну, от легкого. До конца не опускай. Натяжение. Сразу улыбка. Пресс, да? Прям вкручивайся. Прям живот ломай. Спину кругляком не лови. И выдох. Выдыхаешь из животного. Да, мой господин. Мне кажется, он покраснял немножко. Да, я шары. Где шары? Вот мы закончили фактически разминку. Сейчас переступаем к выполнению на снарядах, да? Опять минут. На отдых. На восстановление. И показываем тебя. Уже Лелла показывает, как правильно поднимать лоб лиц. Или по-русски бревном. Сейчас давай еще одно-два повторения поэтапно. Как я тебе объяснял. Встал. Грудь. Оп. Чуть-чуть не докатил. Не докатил? Да, про углы помнишь? Так, вот сейчас вот не торопись. Животик заправил, к себе прижал. Хорошо. Ага. Сейчас вот посиди внизу, когда на колени поставишь его. На колени поставил. Смотри, теперь локти делаешь вот так, в стороны. Вот, и к себе прижимаешь. Хорошо. И еще бросай. Еще давай. Вот, как говорится, у профессионалов с первого раза все получается. Хорошо. Ну, я думаю, сейчас перейдем на наше уже бревно. Это было всего 40 килограмм. Сейчас пойдем на 70. Окей. Отлично. Ходим в дети, Дима. Вы полотеняет снимать своего тренера, да? Все бывает в первый раз. Виталий, смотри еще. Сейчас оно чуть-чуть длиннее. Соответственно, когда ты на грудь. У тебя сейчас, когда на грудь закатишь, ты прям почувствуешь, что у тебя спина ровно напряжена. И вес лежит не на руках, а на грудях. Русь проходит через таз, через ноги. Ты даже можешь сейчас на легком весе, для чего разметки нужно так. Даже вот так постоять, почувствуешь, что у тебя руки, только как стабилизатор, чтобы оно вперед не скатилось. До этого не скатилось, можно чуть-чуть вперед доводить. А сам его чувствуешь, что все, вот сила у тебя проходит через мой корпус, через твои ноги. Это что тебе поможет? Ты когда начнешь поддавать ногами, спиной и руками, уже фиксируешь его. Потому что сейчас на разбитке у тебя получается, в принципе, прыгнул и вот сюда делаешь. А ты должен все дни назад прогнуться и вверх. То есть, чтобы у нас в идеале была почти прямая линия. Ну, с учетом региональных особенностей. Все то же самое. Беремся, подняли, подсели и руки вот так, не забывайте, что нужно. Я сейчас делаю это иками, помогая себе. Можете так же сделать. Чтобы почувствовать равновесие, балансы. Все, ты готов? Попробую, ну. Ну-ка, давай-ка. Итак, Виталия. Все то же самое. Хорошо. Держим. Молодец. Бросай, бросай, бросай. Сейчас, Света, ракурс поменяем. Да-да, обязательно. Хорошо. И тазом. Оп. Отлично. Молодец. Не бойся, прям руки отпускай, бросай его. Еще надо. Не надо одной рукой двигать. И ножками. Оп. Молодец, бросай. Чуть-чуть его придерживай. Не вперед бросай, а просто ровно вниз. Ну что, Виталий, я тебе скажу. Для первого раза очень и очень даже неплохо. Как сам по ощущениям? По ощущениям, вот, поднять, закатить легко, а выкинуть мне тяжеловато, потому что плечи еще слабенькие, во-первых, во-вторых, на второй этаж поднимать мне очень тяжело. В общем, ничего, по ощущениям нормально. Ну, мы сейчас сделаем легкую проходочку. Я смотрю у тебя, как и у любого профессионального амрестлера, когда ты толкаешь, выжимаешь бревно вверх, локти, конечно, до конца не выпрямляются. Нет. Когда у нас начинается такая проблемка, мы перестаем делать такие тяжелые тренировки, концентрировать на бицепсы, потому что тогда он расслабится и даст нам уже более четкую фиксацию вверху. Ну, ничего, сейчас сделаем легкую проходочку, посмотрим твой максимум. Спасибо. Ну, при этом, чтобы ты остался живым. Я не желаю, что я как-то бегу, как суровую еду. Ну, ничего, собственно. И вот здесь надо тазом. Видите, смотри, угодно я хочу. А на тазом, как будто подкидывает. Вот здесь есть мальчишка, которому в этом году еще только исполнится 23 года. С улицы, с улицы, куша, с биатлона, то есть функционалка, конечно, хорошая. Значит, это очень важно. Когда он первый раз пришел в нашу школу, был такой кругленький, невзрачный, в каких-то, я не знаю, обтягивающих лосинах. Я говорю, это что за прекрасный мальчик? Год его не было, обиделся. Потом пришел уже таким бородатым почти мальчиком. И Жене в лосинах, да? И на 20 килограмм тяжелее. Ну, это был такой, знаешь, комочек, я пончик его так назвал. Сейчас 20 килограмм скинул, результаты подросли. Уже в том году первый раз выступил на международном турнире и стал вице-чемпионом мира с первого раза на чемпионате мира. Ну, среди любителей. Да, кстати, ссылочки на инстаграм оставлю в описании. Дмитрий Скосырский. А мы продолжаем. Виталь, у тебя ждет следующий вес. Мы пойдем сразу, не будем останавливаться на каких-то 70. Я смотрю, ты технику уловил, руки у тебя сильные, спина не отстает. С верхушечкой ничего страшного, разберемся. В твоем случае не обязательно там его прям выжимать по полной. Даже у нас в тронгах, у многих ребят, когда подходят на соревнования, сразу покажи руки, он показывает. Ну, вот, все. Все для судьи понятно, что это максимальная фиксация, которую он может. Ну, тем самым сложнее уже этим ребятам, потому что судья уже будет держать лишнюю секунду-две, ну, чтобы ты четко уже дал понять, что она у тебя остановилась. Ну, поэтому я своих приучаю. Все-таки полная фиксация. Есть возможность, сделаем. Миша, ну что, ты сколько хочешь мне повешать, чтобы я попробовал? Да, сейчас мы сразу пойдем после 70 на 90 с тобой. Все хорошо. Будем делать небольшое количество раз по ощущениям твоим. Нам самое главное не получить никаких травм. Все, работаем сейчас. Я пройду, потом и... Так, ну вот, вес уже установили. Дим, замочки принеси, пожалуйста. 90 килограмм. И у Лейлы еще 55 пойдет. А что, никто не идет? Кто из нас? Мы ищем сыграть. А, ну то есть, по нашей традиции в Шевляков Тим... Три раза. Так. Все, уже смысла нет. 2-1. Виталий победил. И выбирает, он идет либо Лейла. Лейла идет. Друзья, вот такие, казалось бы, вот такие маленькие элементики, но тем самым, видите, какой сразу настрой у атлетов. Ура! Так что, да, водите в своих тренировках что-то подобное. Ножками. Оп, опустите. Опустите. Команду опустить даем в том случае, когда атлет полностью выпрямил колени, локти. Я своим атлетам не даю никакой пощады, потому что чем, опустите, сложнее и качественнее тренировки проходят, тем легче им потом на соревнованиях. Ну или как у нас всегда на Руси говорили, тяжело в учениях, легко в бою. Опустите. Итак, Виталий, готов? Всегда готов. 90 килограмм. Самый главный акцент на технику. Помнишь, да? Закат. Так, судит тебя Лейла Мирбекян. Судья боковой. Скосырский Дмитрий. На микрофоне Шевляков Михаил. Спокойно все, работаем. Так. И тазом помогай, руки прижимаешь. Хорошо. Ножками. Хорошо. Виталий, нормально, нормально. Виталий, сейчас единственное, закат мощнее, прогиб назад. Сейчас он у тебя остался на середине груди. То есть чуть-чуть выше. Не бойся его тормозить подбородком. Давай. Еще два раза надо. Акцент на технику. Подсели. Грудь. Выше, выше, выше. Хорошо. Сейчас еще раз, Виталь. Про локти не забываем, не торопимся. Да, да, да. И тазом. Оставишься на руках, боюсь, у меня приближешь на что-то. Нет, а вот сейчас как раз использую широчайшие в большей степени. И наверху, когда закатишь, прям прогиб, подбородок останови его. Работай третий раз. Хорошо. Вот, вот, грудью. Держим. Опусть. Опустить. Молодец. Как за еще чуть-чуть и... Ну. Проверяем. Молодец. Подбородок. Такая картинка, да? Вот, хорошо, Виталь, да, когда потолки все-таки с легким запасом. Да, да. С небольшим, точнее, с легким. Даже не достало. Ну, что, Виталь, как по ощущениям? В принципе, вот, было 70 килограмм, да, там, с небольшим, что сейчас 95. Разница небольшая. Вот, единственное, что чувствуется, на закате уже потяжелее стало, нежели было. Вот сейчас ты почувствуешь все те углы, про которые я тебе говорю, про локти и так далее. Я думаю, сейчас еще добавим 10 килограмм, на 100 килограмм сходим. И ты вот всю технику тогда полноценно ощутишь. Без проблем, попробуем. А что три погибли? Ты посмотри, я. Конечно. Что, он начинает? Да. Да. Так, три попытки даем, да, Виталь? Да, тут без разницы, какого попыток, просто посмотрим, как будет результат. Нет, у него по правилам написано три попытки. То есть, мы вот выставили в ноль. Берется. 99. 99. Давай другой. Ты закладывай сразу, тебе же сказали. Дим пальцем помогаешь, и большим. Готово? 73. А сколько было правой мышцы? 72. А такой же первый в мире. Там, по-моему, 76, самая первая. Да, да, да. На правой. На правой. Может, не надо. 72. Лучшего результата. Прямо закручиваю ее, помнишь, нижнюю как-то, тебе там. Удобно. 64 и 9. Видишь, ему удобнее. А, друзья, вы присутствуете на нашей тренировке, и сейчас я вас хочу познакомить с рекордсменкой России, с чемпионкой Европы среди самых сильных женщин мира. Это Лейла Мирбекиан. Здравствуй, Лейла. Привет всем. Нас, Виталий, заинтересовал тот рекорд, да, который до сих пор никто не может побить. Он зарегистрирован в книге рекордов России. Это перенос коромысла весом 315 килограмм. Где в виде отягощения, помимо самого коромысла, используются дети. Это гораздо усложняет. Это я вам как тренер говорю, как человек, который перетащил на своих плечах различные веса. Это очень сложно. Пронесла она это 6 метров. Регистрировал рекорд автор книги рекордов России. Станислав Коненко. Коненко. На Первом канале. Это вы можете посмотреть в интернете. Это все было на Первом канале. Но, Лейла, твои ощущения? Я вот от себя, честно говорю, я, конечно, очень сильно переживал. Потому что это не только рекорд России. При ее весе тогда 67 килограмм, если я не ошибаюсь, 315 килограмм, 6 метров никто не проносил. Просто хочется добавить один момент, что на видео, к сожалению, мой вес якобы 74, но я тогда 67,5 весила. Но я хочу добавить, там ты была уже вся в экипировке. Я была, да, в экипировке, поэтому так получилось, что на кадре как будто я больше. Но потом... Экипировка это у нас ремень от фирмы Избиди, наколенники. Штангетки и так далее. Ну, потом мы, естественно, взвешивали меня в нормальном виде. В нормальном виде. И на тот момент я 67 весила. И плюс еще был такой небольшой ляп в самом кадре. Это коромысло весило не 100 килограмм, как там озвучили. На самом деле оно больше было. И когда мы все взвешивали, то есть детей отдельно и коромысло, в итоге вес оказался, если быть точнее, 314, 800 или 700, я сейчас точно не помню. То есть это все зафиксировано, прям было на видео. Это все, то есть, снималось на кадре. Ну и, соответственно, это в Книге рекордов России тоже этот рекорд внесен. Да, он внесен в Книгу рекордов России. Но я думаю, что ни одна еще девушка при моем весе, то есть 67 килограмм, не пронесла. Даже я боюсь, наверное, снова это сделать. Повторить. Да, потому что на тот момент я не знала, что это такое. И когда ты не в курсе об этом, то проще сделать. А сейчас вот мне скажут, Лавила, повтори, наверное, я подумаю много раз. Ну, мы, думаю, покажем и удивим еще публику новыми рекордами. Сто процентов. И обязательно это Виталия на канал отправим, потому что он у нас близкий друг. Ну, а в целом вообще, что тебя смотивировало именно на этот рекорд? Как некоторые спрашивают, поцелуй дяди Лени? Нет. Какого вы дяди Лени? Якубовича, конечно. Все мы смотрели «Поле чудес». С детства мечтала попасть на его программу, но попала в совсем другую программу. И там он прям чмокнул меня в губы. Я это запомнила. Я помню, как он ее еще пытался поднять. Да, это все есть в кадре. Было очень смешно, но зато это отвлекло от волнения. Мне кажется, даже Миша там видно на кадрах, он больше волновался, чем я даже. Но у меня была задача, я видела красную линию. Все, у меня прям была задача, то есть я помню, я повторяла сама себе, типа, пройди только вот красная линия, красная линия. Там даже был момент, я чуть не споткнулась, но все нормально, я это сделала. А я не помню, как я это сделала. Вот самое интересное, спрашивайте, что я чувствовала в тот момент. Ничего не чувствовала, просто, просто надо было сделать, все. Лейла, ну, что ты можешь пожелать вот всем тем зрителям, которые будут смотреть канал Виталия Лалетина про установление рекордов? Что нужно? Вообще, что я могу пожелать, самое главное, это, наверное, быть здоровыми, не лишать себя мечт, вернее, осуществления. Правильно говорю, да? Сейчас я не русская, как скажу, сейчас, короче, на суть. Тебе, как рекордсменке, можно все. То есть, я не помню, как правильно окончание, короче, мечтайте и осуществляйте свою мечту, вот это самое главное. Ну и сохраняйте свое здоровье максимально, любите эту жизнь, вот, подписывайтесь на Виталия, на меня, на Мишу. Ну, от себя хочу добавить, старайтесь не превзойти, старайтесь превзойти себя, но не сразу побить там рекорд Лейлы. Лейла шла к этому достаточно долго, упорно, ее трансформация, вы можете на ее страничке посмотреть, она прям заметная, но это очень тяжелый, плодотворный труд. Все постепенно, как строить дом, по кирпичику, по кирпичику, никогда не пытайтесь сразу строить дом с крыши. Ну, оно того стоит. Так что всем успеха, тяжело в учениях, легко в бою, помните это. Отвечененько, спасибо. Ты не давливаешь, во-первых, уже не чувствую полного контроля над весом, поэтому кистевики использую такие, достаточно мягкие. Выполнение Сансея, Михаила Шевлякова, да. Упражнение подъем бревна, правильно? Да, подъем бревна, либо по-английски, так и называется, лог лифт. Не подъем лог лифта, как многие пишут, лог лифт это уже и есть подъем бревна в переводе. Обязательно, фиксация. Зафиксировались. Проверили, не давит ли футболочка, не ограничивает ваш подъем. Все, можно даже рукава некоторые, как вы видели, вообще убирать. Можно надеть новогоднюю и работать. И третий раз. Виталий, ты готов? Готов, вес снаряда. Вес снаряда 105 килограмм. Я тогда ошибочно сказал, что на 70. Чтоб не испугался. Вот, держим. Опустить. Молодец. Давай еще разочек, потому что нечетко. Уверен. Рука, Лойла, молодец. Не прям вверх, а вверх. Выше, локти. Столкнул. Стоим, стоим, бросай, бросай. Бросай. Так, Виталий, я предлагаю тебе еще, теперь сходить на раз, но чуть-чуть больше вес. Давай, попробуем. Все, давай. Лойла, что скажешь? Гуд. Очень хорошо. Не поднимаю. Отлично. Три. Не торопится, не торопится. Продышал. Стой, 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 10 секунд. Вот, зараза, шмьет, шмьет. Месси, сколько килограмм сейчас было? Сейчас 65 килограмм. То есть для девушки это очень хороший вес. Ну, если она сама весит, то всего 70 килограмм. 65 на 5 поднимать. Ну, для ее уровня это такая у нас сегодня средняя тренировка. В идеале бы, конечно, надо было 75 поработать. Но всему свое время. Ждем сейчас Лейла. Лейла и Дмитрием сейчас отобраны на Арнольд спортфестиваль. Финал, который в Америке будет проходить. Но ждем подтверждения, будет ли он в конце августа, либо в начале сентября. И будем их готовить на чемпионат мира среди любителей. Потому что только победителю данного турнира, чемпионке, либо чемпиону мира, дается право и про карта выступать уже среди профессионалов. Это такой, как бы, самый быстрый путь, казалось бы, к про дисциплине. Но количество участников, извините, там, со всего мира и конкуренция очень жесткая. Которую я только прошел с третьего раза и стал профессиональным атлетом. Сильно прям туго не надо, но чтобы как-то чувствовалось. Проверяйте, клоните, подтяйте, чтобы тебе не комфортно было. Все, ребята, жестко. По кусочкам раз, два, три. Когда вот сюда поставил, подсел, делайте вдох. И закат, и сразу выдох. 110 килограмм сейчас. 111 килограмм. Так, бревно все не спея, я это неправильно сожидал. Спокойно. Вышли. Давай, давай. Опускай. Виталь, сейчас ошибка. По привычке. Сделал ловки вот так, и бревно осталось вот здесь. Она должна быть здесь, ребята. Когда закатышек, забыл ловки маленечко раскрыть. И донес его вот отсюда. Потому что заправил ловку. Стридцепь сильный. Рука сильная, сразу вставил какую-то ставку. Хорошо, а ошибкой как бы не считается. Но в идеале чуть-чуть выше. Так легче будет. Ну, представляешь, бревно она и так, диаметром крупная. Либо его отсюда выталкивает, либо уже отсюда выталкивает. Ну, и что, еще походу не делаем? Давай, что-то. Нацелишь вес. Побольше? Конечно. Да, попробуем. Давай, отдохни. Ты же что, не смотришь? Здравствуйте. Камера у тебя. Ну, почему? Давай, говори, Миша. Вес какой? Да кто-то его знает. А если точно? Если точно, 75 бревно, 95. Ну, 25 килограмм. Виталя, ты готов? Это личный рекорд, да? Попытка. Попытка. Да, личный рекорд. Давай, Виталя. Давай, Виталя. Мощно. Давай, давай. Не толкай. Давай, на конец. Чуть-чуть не хватило. Подожди, Дрог. Подожди, Дрог. Подожди, Дрог. Подожди, подожди, подожди. Подожди. То есть, до конца не закатил. Начал подседать, она у тебя, где была чуженина на животе. Еще попробуешь? Да. Давай, минуту отдыхать. Пусть расстегнет. Растетите, подожди, животом. Животом. Сейчас все проскатывать начало. На животе. О, закат, таза, ногу в сторону. Выше грудь. И пошел в грудь, утолкали ногами. Готов? Работает. Попробуем. Глубокий вдох. Взад. Хорошо. Давай, давай. И уверенно. Не прилегай сильно. Выталкивай. Чуть-чуть. Сейчас соскочила. Все, больше не будем. Я не думаю, что ногу-то выдвинуть. А ты вот сюда ее, понимаешь? Тот же. Ну, что можно сказать? Не будь мне стронгом. Попытка была. Быть. Ну, это требует, как вы убедились, даже таким профессионалам, как Италия Валетин, нужно потренироваться. За раз очень тяжело поднять даже с 125 килограмм. Еще неделю в Омске, да? Да. Я думаю, что у него журнал не появится с его рычагами, с его ростом. Как бы видели все рекордсмены практически его антропометрических данных. Михаил Васильевич, возьмем его в команду? Ну, я думаю, если Лейла, ты поможешь. Я – да. Перевести всю его семью. А сам, Виталя, придешь? Обязательно. Ладно, все равно молодец. Продолжаем. А мы продолжаем. Добрался мальчишка до чужих игрушек, да? Ну, нам не жалко. 72 килограмма. А мы ему еще приготовили сюрприз от нас, от любящих стронгов. Сильникам рестлингов. Это, пойдемте, покажите. Это вот эта волшебная гантелька. Ручка немножко поуже. Но проверим, сможет ли Виталий ее оторвать. Но он нам и скажет, сколько она весит. А, то есть на глаз. Так, значит, сначала здесь пробуем. Сейчас 72 килограмма. Правой будешь? Да, я. Подожди, подожди. Давай. Ну, мы все будем. Я правую руку не знаю, может быть. Не могу. Не могу. Хотя бы просто оторвать, да? Да. Мы будем там по полноценной. Даже молодого слышно? Захрустело. Ты еще по десяточке? Давай. Давай. Да, я все даю. А мне доктор не разрешает, потому что мне идет подготовка на чемпионат мира. Дядя Виталий любит играть, еще раз повторюсь, с чужими игрушками. Так что вот он с этим играет. Хотя сколько надо на ручке, Юрий, получаешь вот так? Ну, 117, но где-то не на картеле, а на ручке, на отлифте. Вот. Подожди, сейчас ручку покажу. Диаметр 60 у нее. Подожди, 60 же? Наверное. Мы сейчас нас сочиняем. Пример. Возьми у них там линейка, либо рулетка. Иди сейчас. Да, на ресепшене. А то, скажем, совсем узкие, узкие, взяли. Вот, люблю. Нет, на фоне руки, поэтому я сейчас вот. Лаева. А. Вот, люблю таких гостей, да? Ну, вот у меня так же вот она. Вот, подожди. Да, вот она. Да, да. Мы же любим таких гостей, которые сами приходят, собирают, разбирают снаряды. Вот, почаще приезжай. Еще попробуем? Ну, смотри, давай, как это надо. 40, 40, 80, 92 килограмма. Ага. Правая ручка. Да. Торпом. Еще запасик имеется. Да. Вот там запасик, мне кажется, в килограмм 15. Ну, давай сделай, 102, попьем, рекорд вашего зала. Рекорд нашего зала, надо побить 130 на более узкой ручке, всего 42 мм. Все, попробовываешь сразу по камням? Смотри. Возьми магнатик. Весьма 30 косичка хорошая, ты проверь. Сколько весит, скажи, ребята. Ровно 130 кг. Вот эта малышка ржавая. Судя по ржавчине, вы видите, что на ней практически никто не работает. Миша, ты сам ее поднимал, я ее поднимал вверх. Я ее поднимаю вверх. Сейчас там лучшая старновая тяга, да? Вау! Красава! Если он поднял правый, то слева, я думаю, не давно будет проблем. Тихо! Ну что, Лейла, пойдем покурим, что ли? Кальян. Это, блин, сволочь. Только рука прошла, да? Он поднял одной рукой, и правой, и левой. Подожди, надо это увидеть в лицо. Что? Покажите еще раз. Ты тоже курить захотел, да? Ну-ка, Лэва, смогу, я что-то прям сам шутил. Да я уже сама захотела попробовать. Хренас себе. Не попробую. Я первый член, который поднял, бревно, да, поднимает? Ну ладно, попробуйте, и как бы поднять. Виталий, у меня че-то это немножко жир-жир венит. Ну когда... Я на попу жирочкой там полегче, видал, как он приходит? Да. Фу, не зря приехал. Ну что у вас тронги? Пошел я поднимать бревно. Ну это прям картинка, да? Да. Литл, стронг, биг стронг. Медью? Да, медленно. Ну все, да, помнишь ли это упражнение? И у нас остается еще одно упражнение. Секретное, да? Это ее любимые камочки. Атлас Тол. Ты про какие камочки? Ну не почки же, которые... Я про бревянты подумала. Как там у нас джон-потализатор, слушай. Так, причин парта. Поднять там пятьсот рублей. А ну покажи, херах, и там... То есть сложно, сон, оторвать. Еще одно, все одно. Так, нужно попробовать. Так, добавляете, да? А где можно попробовать? Ну давай. Виталь, сколько сейчас будет там? Сейчас девяносто два. Сейчас девяносто два, хочу девяносто два. Так, Дима пробует девяносто два. А трех есть, но... Но нет фиксации. Фиксации нет. У нас будем засчитать. Давай, есть. Виталь, ты хорошо влияешь на молодых спортсменов. Продолжай снимать свой канал. У нас стрелки. Оооо, у нас стрелки, да? У нас стрелки, да? Я сейчас тут потеряю спортсменов. Перебивешь в ванк. Смотри, как это! Открепет в мэт dock. Не так, у нас стрелка! Ну как, радость! Сейчас будет 102. Сейчас будет 102. Сейчас будет 102. Да, сейчас будет 102. Я это просто... 102 кг, да? Да. Погнал, да? Нормально. Это уже на пике была. Это правая слабая рука была на пике. Видишь, она то, что вес уменьшен, она поворачивает на месте 120 кг. А почему вес? Потому что смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. А, это не 102. А сколько? 102, да? 102. Попробуй эту сторону. Подожди. Стоп. Оп. А что не пятеркает? Ты видишь, здесь пять с одной стороны. Нет? То есть ближе туда. Нет, он лучше так, да, брать, чтобы вперед с тебя смещался. Не назад. На упорте более сильно. Лежит, да, да, да. О! Поймал этот акцент. Что поймал? Нет, это ничья. Хитрят? Нет. Жуки. Так, каждый может. Покажи, пожалуйста. Ну что за чётники, да? Ну что, это за чётники, да? Все, давай еще, ты начинаешь. Давай. Короче, все, за руку пошла. Ребята, а у нас пошла заруба. Итак, какой-то кланец, это где-то у тебя поднял. А не видно. 107. Итак. Итак. Мы продолжаем нашу трансляцию. Вес снаряда 107 килограмм. К этому весу первый приглашается Виталий Лолетин. Да, 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 вы не ошиблись. Тот самый Виталий Лолетин. Стронгмен. Стронгмен из топ-8 армфайта, да, у вас там считается? Турнир. Просто турнир топ-8. Второй номер. Ну или по-нашему просто вице-чемпион. 107 килограмм. На рукоятке 60 миллиметров. Да, мощно, мощно. Правая. Странным образом правая, которая была до этого на весе 102 килограмма на пике, оказалась сильнее на 107, чем левая. Следующий к снаряду приглашается Шевляков Тим Дмитрий Скорсырский Итак, Дмитрий легко справляется Чуть-чуть большие ноги не помешали ему Я вижу, как у Виталия закипает кровь в жилах Еще надо пятерочку Я этого ждал, я ждал, что он скажет это Но мы сейчас отключимся на некоторое время, дабы дать атлетам передохнуть И сэкономить пленку на камере После легкого отдыха и перекуса мы продолжаем Первым опять приглашается тот самый, да, тот самый В.Л. В.Л. из Красноярска Виталий Валетин, вес 112 кг Ручка, рукоять 60 мм Правая рука Вот так вот, вот так вот, про что я и говорил вам, ребята Нет, господа, нет господа, нет господа, нет господа, погоди Так, Дмитрий Скорсырский, тоже, кстати, как и Виталий Валетин В своей версии, в своем виде спорта, Дмитрий, в своем вице-чемпион мира, но среди любителей Пока Правая рука Ну, отрыв есть, но нет, 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 конечно Эх, а все почему, ребята, вот про что я и говорил, когда вес равномерно распределен, усилие совсем по-другому распределяется на кисть, на руку Ну, вот сейчас я более уверен, мы сделаем что, такой момент, сейчас они еще чуть-чуть отдохнут Мы вес переложим на 10 кг на одну сторону И они снова подойдут к этому же весу, но уже со смещенным центром тяжести И посмотрим, справятся или нет И я думаю, они справятся А вы как думаете? Пишите комментарии Итак, ребят, вес тот же, вес тот же 112 кг, но, как я вам и говорил, с одной стороны перевес на 10 кг Итак, правая рука Виталия Валетин Вот, хорошо Ну-ка, левая Все, левая ушла в отдых Левая познается, уехала уже Так, Дима, сейчас зацепом через предплечье Хорошо Левая У тебя есть шансы, Дмитрий? Не упускай возможность И... Эх, раскрутилось Подождите, подождите, он не сдается Он с Красноярск, форева Все Ну-ка, сейчас я попробую Я бы вообще бы сказал ничья Но, зная Виталия Кто-то не сдается Он не может Не может Не может остановиться Почему правая подняла больше, чем левая У меня же на левый репорт больше А, потому что ты Был нам в рестлинге Хотя я и гантель 130 кг подняла два раза, а левая один раз Да Странно Это потому что ты пил из моей бутылочки Эх, хулиган Так, пошел Дмитрий Скасырский тоже Ладно, Дмитрию подскажу Я секретик небольшой Какой именно секретик? Ладонь нужно как можно ближе сместить к задней части Гантели Чтобы еще больше был перевес И она цеплялась еще за руку Ребят, вот про что я вам ранее говорил Да, то есть Когда любая кисть размыкается с мизинца Когда мы перевешали вес ближе к большому пальцу И уперлась вес непосредственно в предплечье Тем самым помощь кисти просто существенная Небольшой зацеп за кисть АП-диск получается Уже небольшой запас дает мощности Ну в чем мы и убедились Так что приезжайте, тренируйтесь Разберем любую ситуацию Поможем вам Ну-ка, левая рука Усилил магнезий Ну, молоду зелену Тренироваться надо им еще Малышик тренируется и за пятерочка поедет Пять тысяч баксов дают За поднятие гантелей Миша сейчас расскажет вам Ну, а что рассказывает на Арнольд Классик В финале есть такое упражнение Когда 120-килограммовую Я уже забыл, представь 120-килограмм гантели нужно Вот из такой тумбы Поднять И вам сразу за то, что вы ее достали из этой тумбы одной рукой Дают пять тысяч долларов Именно с таким диаметром ручки Да, именно с таким диаметром ручки И там только шарики у нас Как вот на 130-й То есть, ребят, кто хочет халявных денег Просто поднять гантели Вытащить халявные Просто Ну, это фактически, что Оплатил дорогу себе За половину Так, ну что, еще будешь? Или здесь, я думаю, закончим? Камень Атласа? Да, шар Камень Атласа Шаровые камни Атласа Если вдруг я сейчас испорчу свои лосины Новые Потому что делаю это ради Виталия Он купит мне новые такие же Все, что я делаю и делает Лейла Отвечает Миша Конечно, ты в гостях Лейла большая девочка Сама заработает Да Вот и вернулись к тому, к чему мы начинали Смотри, я стану всегда, чтобы, вот, грубо говоря, без венок Мне так удобнее То есть, не беру, не рука Погромче, Лейла То есть, прижимаю Ну, в эту сторону, да? Давай, поехали Да, прижимаю, то есть, не только руками беру, ладонями, пальцами Но еще и прижимаю предплечием сам шар То есть, ну, начинаю показывать Берем посерединке прям Вот, чтобы серединка в тяжести И прижимаешь прям в самый низ уходишь Прижимая при этом предплечием И с круглой спиной, что обычно непривычно для многих людей, да? Вот с таким круглой спиной Я захватила Здесь я подкатываю шар, прижимаю к себе, как на бревне, кстати говоря, примерно То есть, на грудь как будто закатываю И глубокий вдох При этом, руками держи шар Как будто, ну, не как будто, а грудью подает Ну, Лейла настолько легко все это делает И у нее все как будто Лейла, покажи еще раз Это очень хороший обрезиненный шар То есть, видишь, как он прыгает Ну, вес 60 кг, но, по сути, небольшой Ну, для разминки идеально подходит Ну, и для отработки все-таки техники, правильно, Лейла? Да, ну, и плюс за счет того, что перезина уцепляется Проще понять вообще, как это делать То есть, снова Потому что мы иногда используем основу Основу берем, чтобы лучше соприкосновение было клей Ну, мы сейчас проверим, как ты понял Сегодня будем без клей Молодец Настоящие мужчины работают без всего Так И вперед просто в движении Еще раз так сделай Виталь, все то же самое сделай Да, зафиксируй его вверху И просто наклон вперед делаешь Так Поднимаешь сначала вверх и вперед Да, но теперь, Виталь, смотри Вот ты как сделал Поднял его на грудь Ты должен быть как можно ближе Стойка Да, чтобы без шага это делать Итак, 60 килограмм На колени Перехватился Молодец Переходим на следующий шар Но он уже не прорезиненный А чисто бетонный А мы сейчас покажем Сколько на нем написано? 80, да, помогу Вот, 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 Лейла С другой стороны Я чуть не вижу С другой стороны Ты чего катаешь его за себя? Вот 80 80 килограмм То есть это такие Виталь, честно говорю Ну, женские шары Но для Ну, тебе Забыл это слово Это учебные шары Давай так скажем Давай, Лейла покажет, конечно Я покажу Сейчас возьму и не сделаю Ну, Виталь, сейчас сделает Лейла Я еще одну фразу дополню Я думаю, ты с ней согласишься Ой, ой, ой Без этого, да? Без клея Конечно, конечно Она использует Естественную свою смазку Ее исполнение Минет Вот она как Виталь, спасибо Спасибо, ребята Подождите Первая попытка не взяла Не взято, да, да, да Многие обратили, какие шары у Лейлы сразу Ну, а как вы хотели Поднимаешь Такой большой шар У тебя Твои два шара вылазят Выше, 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 выше Но Лейла торопится Сразу пытается закинуть Все, бросаем? Да Вот что я хотел сказать, Виталь Я думаю, ты с этим согласишься Подойди поближе к шару Дабы уравнять шансы с Лейлой И чтобы тебе более понятна была техника Что мы сделаем, Лейла? А, конечно, будет честнее Потому что мне бы твой рост Я бы была виталь Мы поднимем Повыше просто тумбу Чтоб ты понял, что я чувствую Надо еще так перевернуть Не, не, просто так Не, ну, кстати, Лейла Ему даже еще до груди Как у тебя не доходит Ну, это будет приближенно Давай попробуем Да, лучше так Положи, пожалуйста, коврик еще, Лейла А, примечку сюда? Да, да, да Да, 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 правильно ты сделала Вот так и держать, чтобы он не бился А в стену не бился Так, Виталя, прижимаем его О, с твоими длинными пальцами Нет, нифига Ну, вот я тебе говорил Сразу надо было перевернуть ему Аккуратно Че, больше есть, что ли нет? Так, прижми к себе Ты его вот так можешь опустить На колено Да И все, бросай Да, мы сейчас возьмем подушку Ну че, попробуем 116-й камень, да? 116-й 116-й максимальный, который у вас есть Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Сделает это Виталь Не будем попросить ее? Нет, не будем Лосины, жалко сейчас Хотели поехать и покушать Сейчас придется за лосины ехать Ну мы поем за лососи Да Так Ну что, сейчас попробуем шар Сколько он там у нас? 116-й Вот 116-й килограмм Потому что предыдущие шары Виталия Очень легко справлялся с ними Добавили ему роста Сейчас здесь примерно метр, ну, сколько, метр сорок пять, наверное, метр пятьдесят Виталь, ну и что, готов? Всегда готов Давай, только без ошибочек, потому что очень такое упражнение Да, прижимай локтями Потянусь Так, спокойно, сейчас чуть-чуть, нет, 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 не снизу локтями Да, получше, прижимай подвечем, на себя накрутить И вперед Красавчик, красавчик Да, вот сейчас лучше, молодец Жаль, что у них в зале нет побольше шаров Всего лишь только 116 килограмм Там 196 есть? Ладно, пошел домой кушать Нам-то не жалко, Виталь Ну, тебя надо сохранить Самый, знаешь, интересно, попробовал, как это вообще происходит Очень интересное такое упражнение Ну, ты чувствуешь, вот сейчас ты всего его поднял, ну, по факту сколько, один-два раза Да А по ощущениям, по работе мышц Мне кажется, вот все включаются мышцы Да, начиная от рук, спина, ноги, та же самая даже шея работает Мне кажется, даже язык чуть-чуть устает Да, да, и на самом деле голова тоже должна работать Правильно Очень травмоопасное упражнение Да, и требующее технического идеального исполнения Так что, ребята, кто хочет работать вот на таких камнях, общеразвивающихся, на базовых упражнениях Вот, даже по первым впечатлениям Виталия, он не даст обмануть, соврать, что не надо торопиться Отрабатываете в первую очередь технику Да, сначала Разминайтесь Начинайте с меньшего веса И обязательно под присмотром руководителя А я от себя хочу добавить, если у вас нет руководителя, то как минимум надо снимать это на видео И отправлять Отправлять, ну как минимум просматривать, смотреть это со стороны, как ты выполняешь Так делал я Ну что, пойдем я тебе еще два таких укрепляющих упражнения покажу Это такая заминочка у нас уже будет И пойдем чуть-чуть погреемся и поедем кушать Пойдем, если кому интересно, мы уже четвертый час в зале находимся Да, конечно Как объем предплечья Так и сами мышцы Это не сравняться ни с какими руками стронтменов Миш, сегодня ты слишком много рассказывал про своих спортсменов, про их достижения Я хочу, чтобы ты моим подписчикам рассказал, какие у тебя достижения имеются Виталий, честно говоря, все достижения, которые у меня имеются, я их не помню, честно, слово без всякого говорю Но благодаря википедии вы можете зайти, посмотреть там все мои призовые места, все мои титулы, рекорды практически указаны В хронологии Это с Арнольем Шерстнеггером, он подошел и пожал мне руку, спасибо, что ты приехал на мой турнир Из снарядов, это, наверное, вот это Карамысло Богатырское или Супер Йог Максимальный вес 715 килограмм нужно было пронести 5 метров Конечно, это было больше похоже, как его не пронес, а скорее всего поднял, опустил, поднял, опустил Но, тем не менее, мне удалось справиться с этим весом, хотя я сам весил там не более 130 килограмм Также бревно на том же Арнольд Классик в финале, 195 килограмм поднял два раза Ну и вообще третье место занял на данном турнире в финале По каким еще рекордам? Ну, по упражнениям, честно говоря, вот не вспомню Все упражнения достаточно уникальные И у меня психология настроена так, знаете, как у студента Рекорд, это как экзамен, сдал и как-то забыл, и идешь к новым каким-то вершинам, достижениям Михаил, скажи, а вот сколько ты килограмм тогда потянул, когда у тебя кровь из носа пошла Да, потому что ты очень популярный стал после этого видео во всех пабликах, в инстаграме, вконтакте, везде было это видео, где-то тянуло тебя из носа шла кровь Да, Виталий, ты абсолютно верно подметил, как я об этом мог забыть Об этом мне не дают забыть мои подписчики, мои фанаты, зрители, которые до сих пор отмечают меня в этом видео Но почему-то стали уже указывать не 426 килограмм, а 436 килограмм Да, это 2018 год, тот же самый Арнольд Классик финал Я показал пятый результат, но эта тяга по просмотрам превзошла все любые, наверное, тяги, мне кажется Действительно была сложная тяга, но совокупность тех факторов, которые присутствовали на тот момент Быстро пробегусь, это долгий перелет Простуда, которая подкралась незаметно Маленькая пауза между вторым и третьим подходом, согласно регламента Но тем не менее, на силе духа, воли, любви к родине мне это помогло Я тащил до последнего, тем самым показал, что русские атлеты, русские воины никогда не сдаются и идут до конца Потому что я всегда отношусь к соревнованиям, как такой своеобразной войне, к бою Ну и последняя тяга, которая была не менее эпичной Это вот когда я уже в прошлом году побил мастерский рекорд, потянул 436 кг Опять же, не успевал подготовиться, в первом сезоне допустил ошибку Хотя подготовка была очень сильная, а во втором сезоне не успел физически подойти Но опять же, благодаря силе духа, любви к родине, психологии Просто это было, знаете, такой дедлифт-верк, как многие написали Была такая трясучка, то есть перенапряжение мышц, ну кровь из носа, это уже никуда не денешься Ну, тем не менее, удалось, зафиксировал Ждруна Сависко, главный судья и самый легендарный человек в стронгмене мировом Засчитал это упражнение, удалось С чего и вам желаю, прежде всего, на собственном примере, на собственной подготовке Три главных фактора я вам сказал Тренируйте их, закаливайте, как и тело, так и дух И у вас все обязательно получите Получится! А в свою очередь, я хотел бы сказать, Михаилу спасибо большое за такую приятную крутую тренировку Я надеюсь, что мы еще с тобой увидимся, да, в зале и потренируемся Обязательно! Ну, я думаю, он впечатление после тренировки завтра, послезавтра вам скажет Только мы уже по армрестлингу будем тренироваться Ладно, всем спасибо, до свидания! До новых встреч, ребята! До новых встреч! Виталий, я совсем забыл, вот буквально секундочку Ты же сегодня прям великолепно показал свое мастерство Выполнил всю ту нагрузку, которую мы тебе отдали За это у меня есть тебе маленький приятный подарок Ну, не буду убрать ни сам пек Ну, мои любимые пироженки Картошечка! Спасибо тебе, брат! Давай, Сережа! Спасибо!